Когда честь и достоинство, качество, передающееся по наследству. У ветерана системы МВД Юрия Рыбакова три сына, все офицеры полиции. Сам Юрий Михайлович служил с 1969 года. Сначала в ГАИ, потом в подразделении, занимающемся расследованием хищений социалистической собственности. На пенсию вышел подполковником и сейчас далеко от службы не ушел, возглавляет ветеранскую организацию. Преступления, говорит, были всегда, не стоит прошлое идеализировать. Хищение, взятки, спекуляция, фальшивое умодетничество, все это было. Все было очень довольным. Но вот та латентность, латентность, то есть преступление, которое не вскрыто, которое есть, вот берут врачи. Мы приходим, надо пятерку сунуть, да? Сейчас. Это вот считается латентная преступность. Преступность, но она латентная, то есть она не выявлена, но она есть. Латентность при советской власти была очень низкая. Юрий Михайлович за службу очень переживает. На семейных встречах и всех разговорах, что о системе МВД рассуждают офицеры, как было бы лучше, куда реформы ведут. Рыбаков-старший считает, что золотые времена службы, увы, в прошлом. Старший сын Юрия Михайловича дослужился до майора. Карьеру закончил в службе таможни. Средний замначальник уголовного розыска. В звездах отца обошел полковник. Детям своим Рыбаков-старший всегда о службе говорил с восхищением. Чтобы быть офицером, нужно быть и ловким, и умным, и расти над собой постоянно. Здесь каждый день все новое. Каждый день новые люди, каждый день новые какие-то обстоятельства. Здесь постоянно на любой службе, начиная последним от милиционера и кончая генералам. Каждый день надо учиться. А это младший сын офицера Рыбакова Андрей. Тоже в крупном звании. По должности начальник отдела кадров регионального ОМВД. Закончил физфак и в ГУС. С таким фундаментальным образованием служить не собирался, но зов крови оказался сильнее. Несмотря на все трудности и невзгоды, которые в период службы у каждого, наверное, встречаются, я думаю, что и у меня, и у моих братьев, и у отца это, в общем-то, любимое было за дело, да, я имею в виду, работу. То есть на работу ходили из-за желания. Не просто, чтобы отбывать номер, а именно, чтобы принести какую-то пользу определенную. Служба в полиции мало того, что опасна и трудна, так еще и неблагодарна, утомительна и затратна, физически и эмоционально. Но работают офицеры не только ради денег, но и во имя великой идеи. Когда видишь непосредственные, скажем так, результаты своей деятельности на простых людях, когда им помогаешь, потому что в основном, к сожалению, люди приходят и в полицию, и в органы со своими какими-то бедами и несчастьями, обращаются, то всегда любое доброе дело, тем или иным образом совершаемое сотрудник, оно всегда оставляет отпечаток в душе самого сотрудника. То есть всегда приятно, когда человек остается доволен твоей работой. У Юрия Михайловича семь внуков. Кто-то из них, рассказывает дедушка в погонах, непременно, насмотревшись на родню, пойдет служить в полицию. Так и продолжится семейное дело. Защита спокойного сна ивановцев. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.